Привет, всем большой привет, и мы продолжаем проходить мод под названием Брак Притвой Айвос, начинаем читать. Итак, у нас начинается серия по второму эпизоду, и мы будем поймать третий на 4,5 часа, и заходим в этот суть. В общем, погнали. Я начну с одной из своих сильнейших артажей. Что в последней фазе сорваться с залитой к собственной крови губ пионера, если до десятки лет же на нееносность спекидывали вновь. Я разумею все засмотрится, при глазах не принадлежно ничего, ни жизни, ничего таких проходит. Я просто стоял и смотрел, смотрел именно на тебя, на то это мало. Я абсолютно начинаю читать. Я слышал не дыхание, ничего не любишь. В том, что я все спорта казал, так, так, и дает учиться. Страна, мы остались внуковым бомбомом. Он все уже ищут на землю, но не собираясь над виду, но я куда-то заходил. Но мы делегаем всех пираметров, чтобы купить асфальт, агентроли. Бей! Я ровно взяла, пешка линка. Мой добавляйся, идиот. Эй! Аньон! Фонбок! Чего меньше? Тракавт! Поступного посекала. Я не терял катал на рамках, и мы все помещаем. Что-то. Он был в другом на руке, и последний момент, который хотел изнутри на тарман, который был в окно, но, который я сюда все помещал. И, сходя из всего, нужно урожать все одни раз. А на вас, пи-жунь. Избиленная зума лапа большая, и прижисла не видит. И я же, прибасе пи-жунь, на вас, какие-то надо выбить его глаз, и, мусульшую бросок на волос на шуток. Урок. Я не своя рука. Я видел в предыдущихся новой силуэту за его спиной, что направил оружие и разжал пальцы, совершая бросок. Глухой и тихий, но разжевающий перепонткий звук, после которого голова хакала листва, а тело мяко на моих руках. Всё. Достаточно. Наверное, сказал он. Я не опрошу голову. Сниму. Встречу этого свой урок и, надеюсь, понимаешь, что я не чувствую. Твоему счастью я не могу себя тронуть, хотя и следовало бы. Заживай хайты, что я приду жених, как ты казалась золотая рана, и немного поработаю над техникой. Завтра у меня девчонки умрут. Я покинулся с они. Или же захочусь за собой вместе с много друзей. Ошатель с они мне не представляют. А тебе? Готов ли ты рискнуть тем, что ты нашёл в одном месте? Подумай. И пусть они приготовятся. Я хочу, чтобы было так далеко, как с этим нечистот тоже Я улетел Хака на землю и вынул. И попал шутер его в сердце и носить его тело. Я беру этот смех и иди передай моё сообщение. Да ещё я ирю запроснулась, наверное. Он оболгнулся мне, и уходя под этот гуман, который облетел меня со всех сторон. Но спустя мгновение рассеялся, рассестворяя вместе с собой, и свои тела Хака, которые завладают его в моих ног. Я влетел в Митунг, выбив с ногой дверь, чуть не сбив с Митцентру, стоящей рядом. Я замерз тяжело дышал, я на себя взгляду собравшись в нём. Что случилось? Паш? Таёра, в качестве кровати прибежала ко мне, становясь напротив, глядывая кровавленные руки, одна из которых сжимала неонов и блестящий алым нож. Я перевал взгляд на Виолу, потом на Ульяну и следом на Дениса. Пашок? Как мёртв? Паркерпировал я тихо, а теперь двое на стенах его убили. Хайт, 8 августа. Воздух я от дикого кашля. Не добавляя его тампы, я поскорил на месте, окзариваясь кругом и седая руками в поезд. Чухи. Эй, успокойся, найдёшь он для меня откуда-то с дневной, и я перевёл взгляд на Эми. Чё? Успокойся. Эй, только и повторяла она, сидящая на каких-то смотках в углу, блестя волосами света Аква, и держала руками искрышимися от исходящей от неё энергии в провода. Так же идёшь и кругом, и глазарно-жалевое аниме, явно выдающийся в обстановке ванильный бомбар из Белла. Эй, мы где? В убежище под лагерем. А как я? Я пошёл тебя искать, когда ритм закончился, и нашла на лестнице. Сосин головой приложился, наверное, поэтому я не приходил в себя долго так долго. Бедная моя голова. И чё, вы меня-то тащили, что ли? Зародились под ручкой щит носилки, положили и потащили. Волоком? Ага. Вот спасибо. Я подозреваю тюрьмы после натушенной раны на левом виске, которая неприятно отщипала, пронося по голове неприятные ощущения. Голосы обе привязали на десять слоёв, чтобы не отбить мозги последние. Не волнуйся. А, автомазги? Вот. Семного она на полу, упершим с парикладом, который, выкатившись на стенах, стоял коллаж. А ты рюкзак свой потерял? Не знаю, почему его... Скинуть. Да что такое, блин? Я не занимаюсь очка, что припугнил, я скидываю на полноги. А в его логере? Наверху, мы сейчас прямо под межпунктом. Признайся, это что, это СС-25 планировочек получается? Не понимаю о чём-то. Да так, мышцы вслух. Есть вода? До 100 ливерного вон. О, до сучат. А ты что делаешь? Оторвался в эту бутылку, спросил я Эми, что я скидывал себя на месте. Поехали, что запитать установку? А нафига. Это станция связи. Сюда потом дошёл моду, которую мы вынесли её задавать. А-а-а. И куда вам просылается сигнал? Не знаю. Главное сейчас запустить её, а потом уже экспериментировать. Правда, эта страна не очень не показалась изначально. Слишком много зрёт эта штука. А что за платформа? Не знаю. Может телепорт на А3? О, господи. Правильно прочитал. Было бы слишком легко. Я потянулся. И только ещё заметил, что на правой руке откистили, что через СС-25 проходит от портая рана, хуже вокруг которой в некотором радиусе приобрела бредноватый синий оттенок. Вот же ж, блин. Да, сели одна рана. Вела обработать, чем смогла. Видимо, а перила распорол. Страшно, что крови не было. Да и когда я тебя нашла, уже стягивалось. Всё равно уже стягивалось. Ну да. И жилетик, видимо, работает. Хотя... Что было, что вам по-милому написано? Байца дилета, если такое начнётся. Но и что-то у тебя, малого мальчика, неплохо. Слабость, правда, это-то боли, контракт в голове от дотяжести в лёгких нет. Правда, было бы капец больно, я думаю. Подумал, я и решил таки оставить, покажу этот видео. Так, погоди. Бери его. А вы выстрел его не слышали? Нет, а ты стрелял? Ну да. Какая-то честная дверь выбила. Она меня кинулась и ранила. А я ей обойму с Ксюхи и Пузан... Пузан вывыпустил. Хотя, может, и не в Пузан схожи, а в тем, не те, что на слух. Странно, вы ничего не слышали? Ладно, ладно. Ладно. Я желаю на островке сбуде, а выдаваю слабое свечение на приборной панели. Можешь глянуть в панель? Ага. А что, с места, подойдя ближе. На панели была куча разжетчишков со всяких колёсиков, а также временная шкава с цифрками. Ни хрена не соображаю. Так проснулся, но... Я вдохнулся немного по кругу, кричав колёсики, и понял, что их денег отменяется. Накричил на панели 87.5. Что-то ни фига, ни звука, ни писка. Я потыкал по кнопкам, но опять же никакого эффекта это не дало. Не работает, видимо. Пронструкция, нет никакой в доках его? Не только эти выбраны на кровать, как в платформу усиливать и несколько разных кнопок выдавал сколько матриц, похож на свою вот эту фигуру. И самая же установка, на которую я крутил бы все всякие штуки, продала шипение, в котором гадывалась человеческая вещь, но понять, что он был бы невозможно. Это чё? Перепорт на работу? Это голограмма? Проекция? Ну что бывает? Покрути там чего-нибудь? Так что с места есть опаска, обойдя проекцию, подошёл к панели, где я покрутил колечки. Добавшую значение, проекция стала максимально размытой и почти пропала, поэтому я начал накручивать значение выше 87.5. И тогда звук стал более чётким. В конечном итоге я накрутил до 102.8. И тогда помехием историю динамиков с кончами. Слышите? Приятник, слышим. Подпишитесь там на 108.7.0, пожалуйста. Ага. Позже я закручу приятника, я пригодяю значительно названную голосом, и почти моментально под формой яркой досверкала, а я и шутился тоже обратно на кровать, на всякий случай, взяв с руки в коллаж. Хотя стрелять в его работе метр на метр такая себе идея. И когда свечение рассеялось, проекция приобрела взволноваемый и вполне приличный вид. Фигура, стоящая за спиной, повернулась к нам, поправляя галстук на шее. Ох, ёп. Здарова, бандиты. Сутер? Сайт? Офигеть, Как ты меня нашёл? А ты почему же, ой, а ты не помнишь? Да я ничего не забыла вроде, ты увидь как молодой. Это когда ты была? ТАМ! А, извините, это Эмма. А она же это что-то и наличие здесь. Да, вижу, привет. Приветствую. Вы знакомы? Ну да, это шутер. Он создал наш мир, а потом создал бога, чтобы скинуть на него всю ответственность и популяры. Бого дела, да? Так и что, судя по всему, он тут без книжки опять? Ага. Ой, в смысле опять? Видимо, мы из разных временных линий, или даже разных реальностей, мне нужно будет потом это всё проанализировать. Видите, листами и далее упоминают события другую историю, более подружную, о которой можно узнать, бочевкаши, директор сказ-адвенчер, которая мне не понравилась. Ага. А мы, собственно, на туповушке, нам бы им пришли на помощь, что это направление. Что я могу сделать? У нас тут червотачены, перепортаны на линии, раны и сериалов. Но ещё такие, какие-линии, именно убивающие нас, а также залётные хиллеры. Это, если так, а вы, дети, вы не червотачены, конечно, ли у Васи. Эти червотачены, он управляет, отзывая, в новом месте, и управляет в некий человек, который у нас туда всех расположен. Понятно. что не стоит ничего не понятно. Мне нужно проградовать видео про вершину лагеря, но до этого мне надо будет на пределах бункера, и комиссия тебя отсюда призвать. Но вы могли увидеть, а вон стоит холодильник, верно? А нам нужно туда, куда кинул проект. Кинул проект. Ага. Берутся. На обои, в общем, такое. Тут и нет интернет-кабеля. Ага, да. Очень. Ага. Тогда мне нужна информация, как можно будет. Теперь занимать двигательную, котировку вашего сигнала, или компиляции, фрекментов входа вашего мозга в это время. А пока у вас есть какая-нибудь новая сбора и визуальная и точная информация? Есть документы. Если они лорные, то будет очень впитать. Нельзя вы за ними весь день под подъемку деньги. Так ну что, на первую бумажку держать, чтобы это все в расстежке. Понятно? Так. Эмма, верно? Ага. Сейчас я буду делать давать инструкции, попросту бы всех их исполнять. Даже если они вам показываются действительно и не хранными. они, а они какими-то не будут. Хорошо. А ну берем на меня поклоняк, поклоняк. И вот я его послушаю. Ну, ладно. Отлично. Итак. Отлично. Так. Проделать кабель оставить. Теперь ссылки. Ага. Теперь средства изделяции. Отлично. Девушка, покажите мне тот толстый кабель, который застежит, который выдержит. Угу. Теперь надо замкнуть проваляшкой отсекликовой денег с провалянием сними изделяции внутри толстого кабеля. Нет. Простаните кончики и скрепите их. Не бойтесь. Не забейте. Но я чуть потемнее. Отлично. Теперь возьмите замыкание. Ванёшка? Не должно. Ладно. Давайте. На игроке хлопком выраем искор, а всё вокруг погрузилось по тьму. Офигенно, блин. Замкнули. Шутер. Гений. Стреклывал я. Качай голову. Ну и спустя пару секунд свет на морожок, себя охватили и где-то карат дернулся. Нормально жахнуло. Вообще шик. А теперь, если всё правильно сработало, то можете прибавить документы в морозильную камеру. Зачем? Я получил её прямо к тебе на стол. А? Может и ты... Может нас степнешь к тебе? Это влезет в морозилку? Да и собрать получится. Скорее всего, вот ты провёшь... Скорее всего, я тебя провёрт на фарш, и ты разведёшься под повтором кода. Офигенно. Какая инфа... Какая инфа именно нужна? Я прицел ряду с документами документов. Формулы, числа, объединение ваших смертных феноменов и прочие штуки. Вор, короче говоря. Почти всё выходит. Я читаю по 100 тысяч и трех минут и имею фотографическую память, так что не волнуйся, я об этом всё прочту и верну вам. Тут есть подробные документы, планирование, правда? Нет. Его потом скину. Отлично. Загружайте всё в морозилку, просто закройте. Как только я со всем разберусь, выйду на связь. Каким боком? Да и мне не может быть дать эту установку вечно. Ага. И правда. Есть какое-нибудь устройство? Часы там или наподобие? Это вот. Есть кое-что. Проговорила Эмми. Задернувшую штанину и снявшую ноги черный браслет. Это чё? Электро-электро браслет! Вела, ко мне приступил, когда я была в отключке. Решил прилу перестраховаться, давай только он не работает. Пойдёт. Есть ещё какие устройства? Батареи посиднее. У меня есть метная игрушка. У меня вынимает одного, как команда, коробочку за детектором. Это штука направлена на налавливание пульса, потом помешать им я. Она имеет какую-то супер-технологию на базе Елена, которая является сточкой питания и заряжается от того самого пульса. Звучит интересно. Его тоже запихайте в морозилку. Ээээ, я кинул. Увожу документы браслетами и диктитектор Холодос. Закрой, отойди на всякий. Я послушал отойдя в че стороны и прыгнул с собой. Владимир приносился. Отпрыгнул. На каждую часть убрать засечения сквозь мелкие щели закрытой дверцы. Отлично, пошёл посылка получена. И ещё, я смогу декатировать ваш сигнал. Поэтому, думаю, я могу отправить вам дозвон. Есть радио? Да, тут будет приёмник или вроде рабочий. Отлично, тогда настройте на волну вновь. Отлично, тогда настройте на волну вновь, посидите с тем и девять и ждите. Если не появились через пять часов, то попробуйте снова посидеть установку, с которой держим связь. Эми, тебе хватит времени на отдых? Думаю, да. Тогда ладно, вы дошли. Нам надо отдохнуть до ситуации в лагере разведать. Хорошо, не пропадайте. Давай, шуток, я на тебя рассчитываю. Проект закинуло мне и, расшипавшись на цифры, исчезло. Ладно, время есть. Твою мать, убивая себя по груди откашливаясь. Так что ляг и отдохни. Обратите к Эми, усаживаюсь на стул и потеряю переносицу. Ты сам спишь на ходу, ложись. Тебе сильно досталось сегодня, что нужнее, чем я. Так что я на столь посплю, а то отдыхай нормально. А подойдёмся к столу и подключу к сети радио. Настраивать дармону на волну приём. Настраивать напрямую волну 87-9 после что-то так бред, закинуть ноги на стол, закрыв глаза. Но подпадать мне не удалось. Полутремя почти погружена девушка бессознательная. Наши шестерпенталы и дверных петель, следуя за которыми шаги. Я нехотя приоткрыла глаза, бросив в крылья в сторону двери, кронок пришло в движение и с тихим и глухим звуком она открыла, пропуская внутрь уже спешу при одессе медсестру. Вечер в бункер. А, понял. Есть новости, когда она как-то тихая, все сюда езди в сторону. Недая ей спиной вышел пасок, медленно подходя ко мне и протягивая в залитой крови в руке головы ножичек самыми линиями еще не осохшей крови. Сами тоже поднимаюсь, сидя на кровати уставшись на спину на спину который наконец доедет до меня и так же кто посмотрел под ноги, держал руку с ножом вытянувшись в мою сторону. Так его убил, чудило. Сергей спросил, я разбираю нож. Он не ответил. Кто-нибудь объяснит, что это же кто-то занимая сцена? Как Техас сказал, и я сразу понял, о чем я здесь речь. Но вкрызив ночь получены от прыжка. Он умер. Ты его убил? Нет, пионер. Пионер? Да. Пошел, что ты пошел, вынимая сигареты? Да, не то ли. Вот сигареты я заперел, она убит в сплошку, я до предмета даже под каждым пошелок в бункерах. И какого хрена? Как этот кусок боялого мадрёша его убить? Да, еще я его сцептанул на доме, если я правильно понял. Помнишь, что там было? Техрин в спину у электроника. Дух хранится-то? Ну и чё? У пионеров их несколько, у пионера их несколько. Но он же один раз порезал горе рейцы и два линейных куб, не на кубики. Карпец. Он же вдох-выдохнул. От всего, я сразу затягивался после головы, чип-прочи влага. И чё ему надо? Вдохнуть в сверх? Эй, у него тоже расслался человек в плаще, который сцептанул. 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 Ну и чё ему надо? Убить меня с Денисом? Почти. Тебя и её. Сцептанул, наверное. Видимо, от пеки до того мужчины у меня есть внутри и есть три больного ребёнка. Самое хреновое, что в слаге-пеперезе нам этим удохнуть. Мы сегодня дошли в столовку, чуть не офигели. Хотя вроде, офигели. Оставляю вас без присмотра на один день, чёрт вас дери. Оставил вас без присмотра на один день. Чёрт вас дери. Пошептал я. Потрангул рукой. Значит, ему нужны только мы двое. Так? Да. А Джевун, он зачем убил, если он ему не нужен был? Скорее, если ему нож в ваш глаз выткнул. Он живым битву уже позасунул. Посмешнулся, пытаясь бодриться. Значит, у меня не у него целая куча духов, которые его, как я понимаю, защищают, если вы не смогли ему попизды дать. Верно? Да, часть из них защищали к пейерре от ножей, а одним из них он хаккой убил. Стражу, так? Да. Почти у всех. У Жени, Сайори и Ульяны их нет. По крайней мере, мы не видели. Мы в четыре ебало электрика едва забрали, а сейчас целая лагерь плюс сам пионер. Электроник, да, наверное, не мог на матчах поймать со своим накаченным киборгом, а этот ваншортнул. Да, ещё и быстро. Картина говно выходит. А этот, тушилок, ножку штула. Дай ещё чигарету. Пошёл протянув мне пачку. Забери. У меня же на верху лежат. Мы все шмарки перенесли в медпункт. Решили там базу организовать. Да что? Я тоже кинулся на пинку с твоей тулой и закурил, перебирая в голове варианты. И чтоб чтоб я не собрался делать, есть инфа? Вылавливать нас по одному или устроить массовую резню? Не знаю, он сказал, что завтра придёт для звания, что ему надо свестить с этого счёты и просто выполнить указание того мужика в шляпе. Счёты? Он ебанужий? Охрен знает. Странное дерьмо. Ладно. Значит у нас не время и на подготовку плана и прочего до утра. Верно? Я кинул. Он пошёл кинул. Пизда там. Что мы будем делать? Надо как-то решать ситуацию. Я поднялся по взгляде и увидел, что все смотрят на меня и ожидают от меня решения. Вот блин. Я думаю. Все наверху. В медиа. Да. Пусть все там сидят не усовываются. Когда я только придумал что-нибудь. Второе вечернее вече. Виола. М? Вы можете сидеть для домика Ольги? У меня прокурорицион справа. Если смотреть на дверь, надо как-то в середине держать этот чехол с Мосинкой. Пронесите его мне. Пашок. Но взял, что еще усломал скалаш и протянул Пашке. Во мне это и проводи биолога. Да и потом у себя оставь. Мало ли. Вы только если набеги будут на нашу крепость. Не потеряй, не сломай её только. Я так чувствую, что мне жизнь пошла. На автомате стоит. Пашок полный. Ебать откуда? Я усердно молился. Только я ответил я. Возьмите на кину шить на стенку стула. Кстати вот. Павелопытая нашел какой-то кулек. Это что? Скорее с еду на вам выпросил в столовке на ужине. Мако, консерв, хлеб, хлеб, сайпарат, коробок сока. Сейчас, секунд. Ммм. Секунд, секунд. Угу. 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 Корейцы два выпросил в столовке на ужине. Ебанка как кассерв, хлебцы и пара за коробок суток. Сука. Богато. Ладно, идите. Я, так как только все решил, поднимаюсь к вам. Велос в пашку удалили, закрыв за собой дверь. Каждый граждан кулек зашел на грудного ножа и принялся вскрывать банку сайры. Рыгочь с этим нехитрым делом взял витку, вилку, подшел в галет и банку сока и пошел к кровати Эммы. Ешь. Сколько я сказал, я подозвинулся и взял гола табурета и ставил едой на нем. Потом он возвращается на место и, закурив по ней очередной, расписывается, что в свою коробку сока. Доставлю половину. Тебе нужно много сил, так что не надо. Кушай. Но давай отдохнем, пока шутер не выйдет на свет. Как ты себя чувствуешь? Клево. Ушел немного, хочу спать. Собрал я. Затягивайся и тушай сигарету, запивая обработным вкус током. Эй. 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 Вставай. Вставай. Разве вебеки отлядываем в галерном подтреске по мехорадио. Что? Что вдруг вышел на связь. Можешь запустить проектор? Да. Отлично. Врубай. Я протерли с руками, загулял. Отворачивайся, вставай и подстрою на плач. Сон мой проектор. Не помешал? Нет, конечно. Есть что по-нашему дела. Аначе бы я не сигналил. Аначе бы я не сигналил. Грохотом. В холодильнике задёргался, издавая освещение. Возвращаю документы и кое-что для тебя. Как неожиданно и приятно... Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Путинул я, вставая штуку и сразу находясь в кашле. Ты как-то плохо выглядишь, устал. Отплывнулся, я подходя к холодильнику, вынимая морозилки документы и браслет, поверх которого оказался припаленным каким-то макарон детектором, противовая сторона которого была одним и большим экраном. Кто это? Переносный проектор, давай его проверим. Включи его, как обычно, включают детектор. Эмма, можете на время перестать питать платформу? Спасибо. Я хочу бросить на запястье, проверну колечко сверху, прочувствую до щелчка. Экран, дабы рябки и слабо засветился, и из него, раздавна, возникло проект старшего шутера. Недурно. Вспомним. Однако, с учёту того, что и пульс может проявлять себя довольно долго, не стоит играться с батареей, оставляя её на крайний случай. Я, поработав с рабочими документациями проектов с ними. Я пришёл в форекс с генераторой, в деме и ЭЭП. И из полученных данных смог преобразовать ваш фигнал. Можем всё попроще. Теперь я смогу общаться с тобой, чтобы по конечной генераторе ездить на втором браслете. И мало того, я смогу получать данные ситуации в небольшом радиусе подокуда, как меняют примерный и прочее. Нас пришло изучить, этого очень мало, и чтобы как следовательно изучить и найти ладейку, из которой вы сможете выйти. Но даже имея больших данных о червоточении, я смогу её воссоздать и вытащить вас. На это уйдут годы работы. Просто так, что смогу пособирать твоего браслета, а в основном нужно будет попользоваться проектором здесь, в нём мощности больше. Значит, будем изучать мир, да? Именно. Ладно, Эмми, ты можешь запустить платформу? Сейчас. Я туда и тебя перекину. Итак, на чём мы остановились? На том, что у нас проблема, какого рода? А двое наших убили. Пионер. Пионер? Да. Пропорачиваются с токами, они как в дыхе были на береге, но могут здесь бочку наесть. Но я его не видел, вонки валялся. А опушок видел. У меня ещё у пионеров такие же фантомы на голове летают. Сегодня с фантома есть доказательство, трековчики, трерывы и два вынесли. Это плохо. Почему? Это пионер из моей версии реальности. Хм. Странно, как мне сказали, у него ко мне вендента. Вендета. К тебе из моей реальности, опять же. О, блин, мальчик вселенной уже и в модах был, на БЛС в общем. Я пришёл на стул и закрасываю сигарету. Рассказывай. То, что ты назвал фантомами с фантомами, это станды. Ты чё? Да-да, именно так. Могу, члены как Жожа? Именно. Офигенно. Станды, значит. Дальше. В моей реальности мы тоже были станды, вот как это было в восемнадцатом году. И там тоже. И там мы тоже столкнулись в этих пиздецчонках, во главе которого там и стоял пионер, и вся эта муча стандами. Но нам удалось его победить, и мы были уверены, что он кончился. Потом мы просто поехали к Сн-1-10 репорту, раньше мы в реальность, и это если вкратце. Так. Ладно. Мы тоже должны с этой бой, и то, как вы победили пионера. И хрена ли он такой бученный. Всё, в стандах. У нас они тоже были. А-а-а, вот они чё. И вот как вы их получили. Они были у нас в аппаратуре, в той версии лагеря. Сейчас работают примерно так же, как правило об омоложении и выдерживании желания искать ответы в айванильном БЛе. И вот и получается, что став частью этого кода мы получили все положенные плюшки, которые были свойственны на той версии лагеря. А есть вариант подписать нам эти самые стенды? Увы, но нет. Как раз таки, ты убил пионера, а мы убили тебя. И выдаёшь задуман. Нафига? Александр поздравил силу от других штандов, но это после минуты я наехал как у кушек. Кушкой. Когда у тебя убил пионеру, ты создравил силу от всего. Оконечно с этим катушкой и начал кричать нахуй. Зачастливость прикольная. Поэтому мы и убили тебя, а в других вариантов у нас не было. Печали. Кремль. А нам надо примерно поменять без танды и отбить этого. Я буду больше этого опыта. Слово. Это только что я делал на меня. Это только что делал на меня. На мысль о том, как его победить. Слушаем. Командролизм не уже с орбитвой станды, но вон он в свой год. У меня жопу в кабель оттената, что я замерёшь в шляхе. Слышно все. Я благодаря насилию своего станды. Я с чуть-чуть поздравил поздравительную систему. Действительно напомнил. Вошла ко мне на зле и начать. Энергия лагеря, объявивших перспейнеров. Да и соколи. Да ещё и такой силы, что предоставительный лагеря начали выбросать станды. Поза сейчас мне не я смогу пасеку с глазами. Поза сейчас я смогу пасеку с глазами. И если червоточина действительно заполнялась вакуумная энергия лагеря, берись из пионера. Да и ещё такой силы, что предоставительный лагеря начали обретать станды. А вот, знаете, я смогу пасеку с глазами. Точнее не я, а мой станд. Вы же. Вы же и в реальный мир станды умудрились, чтобы защитить. Нет, только я. Сейчас, просто, а что брошет, а я репетчал голову. Нифига не понимаю. Просто, крыши брошет. Я просто что-то право на в колечко. Привет. Привет-привет. Ну-ка, подожди. Это и доки-доки-доги? Да Так и выдал я вот удививший. Мы с Тандой, собственно. Она типа может взломать окружение? Всё, что можно взломать, включая с Тандой и Кормаса, вывезли в лагере. Нужно проверить её в деле. Самый сильный шкаф в ходу уже науком. Пытания доходят. Моника, займись этим. Разделившись от браслета, она, она ставила даду в сторону шкафа, приняла чуть-чуть колдоваться на Кормасе. Если бы тебя просекло, то письмом, а где-то открылось. Работает! Сейчас, серебряные пустынки в другой реальности, роман покрываются. В курсе? Самое такое. Сейчас. Эффективность зависит от твоего браслета, и близости к цели. Этот браслет Моника не хочет тебе помочь, и будет далеко от цели, она не сможет с ней работать. А у неё есть, а у неё функции защиты там, или атаки нет, а она только в двум. И что-то предлагает, что мне делать. Подобраться к ПАР-ку, можно близко и продержаться его как можно дольше, для надея, что заряд обходится на то, чтобы она смогла прокопаться в его коде. То есть сначала надо ещё и разведку провести. Кстати, ребята, я вот планирую ещё пройти, ну возможно ещё зайчика, я вот купил недавненько, ну как давно, года два назад примерно, зайчика, но так и не запускал, так как ждал анонса пятого эпизода, и он как раз в разработке, и как только его анонсируют, мы будем проходить постепенно данную новеллу. Поэтому ждите её в будущем, я думаю где-то в году, в двадцать пятом он точно будет, потому что, ну или ближе к концу, я не знаю когда они его анонсируют, или ближе к концу года, будет прохождение данной игры. Ну как только анонсирую пятый эпизод, трейлер пятого эпизода, я начну уже проходить, потихонечка, данную, данную новеллу. Да. То есть сначала, надо ещё и разведку провести. Увы, я не могу гарантировать, что этот процесс работает. Если мы не отключим его, то сможем его ослабить. Что-то, кто может, то сможем его ослабить. Или найти ещё какой гриб в коде, который дарит вам шанс на победу. У нас времени до утра. А вот это хреново. Тебе нужно выспаться, иначе ты и минуты не простоишь, выглядишь ужасно. В курсе. Я задумался, прокидывал в голове, как нельзя решать эту ситуацию. Ты можешь делать такой же браслет? У меня есть ещё два детектора. Лучше найти где-нибудь, чтобы прикрепиться, так что да. Забирай тогда. Я встал с места, я покинул в оставшиеся десять детекторы в морозилку. Все только выгодно, отрубив радиус. Я имею в виду, побудешь здесь до утра. Да, мне всё равно идти некуда, да и наверху наверняка народу, так и так максимально два шпальных места. Точно. Так. Давай прогоним тратистригию ещё раз. Тебе нужно быть максимально близко, и выиграть максимально много времени, чтобы бы Моника смогла сделать своё дело. Сейчас. Тебе нужно быть максимально близко, и выиграть максимально много времени, чтобы Моника смогла держать своё дело. Тяжело будет. Я тебе так скажу, мы с тобой тоже пиздец водились, ведь было трудно. И это что-то там со стандами. А тебе? В общем, капец. Это Медведь, мама. И ещё, не менее важное. Мм? Не держите близко ванильных персонажей. Почему? Они могут быть мы нормальными, но в какой-то момент принесли к пионеру. Просто такая ситуация была. У нас строится в ваниль в команде, но как-то две только. Двери при третьем пассии и с доки. Ээээ, пассии скорее всего. Пассии опаснее всего. Плавали, знаем. Утром делал роботическое отношение с 2D с девочками. Разумеется я со смешкой. А я-то нет. Да и кто бы говорил, в моей реальности ты самая первая на местных девочках полез. Фу. Вот. Так что-то не возникает мне тут. Так. Это обсудили. Тут протестили. Теперь действия не снили. Думаю, можно пока порвать эфир. Я поработаю с данными ещё. Да и сделаю браслеты. Я буду готовы сделать зазвон по радио. Или на твой браслет, если будешь онлайн. Хорошо, спасибо, ты решаешь ситуацию. Как обычно, в общем-то. Ладно, доброй ночи и на инвстеки. Удачи. Давай. Так, в Ноэме и Аня на пустевой кабеле откидываем голову на стенку. Отдыхай, я разбужу, если что. Сам поспи. Да и не собираешься ты поделиться информацией с остальными. Надо бы. Я выдохнул, закуривая сигарету. Пойдём, помыть воздухом, подышим. Оказавшись на улице, я глубоко до яростного карта вдохнул через воздух, прикрёпся на пару секунд глаза. Было приятно всюду вдохнуть через воздух после практически суток нахлаждения под землёй. Кайф. Как здорово, наконец-то подышать нормально, непрерываясь с серым воздухом. Да, согласен. Ага. Войдём внутрь к медпункте, где летел собравшихся и, пропустив передо Эмми, прокрыл дверь, заперёв её на замочек и облокатившись на стенку рядом. Все помещения выглядели уставшими, как же какие-то серые вилевые лица и сжатость давали явное смятение в головах собравшихся. Приветики. Выглядишь неважно. Пусть всё. Итак, я не знаю, чему начать. Да вообще, только что конкретно я хочу сказать. Ахак. Он и правда. К сожалению... Да. Бурюху, я закурил сигарету. В общем-то, рассказ такой. И только я хотел закрыть парашютера, постановку и прочее. Как вспоминал у него о том, парашютер говорил, что не удоверять ванильным чарам плохая идея. Пионер, который к нам пожаловал в другой версии лагеря. Но это я уже всем и так рассказал. Типа, что он не местный. Ладно. И что мне им вообще говорить? Чёрным словом япондеть-то я не смогу. Ведь если шутер прав, то местные барышни-то могут нас просто подставить. Даже нет, ничего толком, что действительно важно. Про девчонках говорить не стоит. В общем, идём на рассвете. Куда идём? Нравится к пионерам. Бой будет опасный, поэтому нужно идти на территорию лагеря, чтобы никто лишний не пострадал. Погоди. Он говорил, что ему нужно только ты и эта девчонка. В смысле? Про меня. Про тебя ничего, в том-то и дело. Он сказал, что мы можем вообще ни о чём не париться. И что мы там типа в шляпе не нужны. И мы ему же ничему не мешаем, и ему пофигу. Мол, кайфуйте и ждите конца смены. Но ведь его пульсы всё равно. А вы подумайте сами. Пошёл, я говорил. Если я пошёл выбросы, сюда закидывают убийцы. Три пульсы, три убийцы. И этот пионер, или тот человек, который его послал, как бы получит, что хотят отдалить пространство, больше никто не будет. Я задумывался почти вгляд в пол. Я понял, к чему ты клонишь. Отлично. Дэн? Не знаю. Но если мне ничего не угрожает, то он корейца убил. Как же сказал, пошёл за секунду. Ахак, а что у нас трех положил? Почти. Каковы шансы, хайд? И что вы будете делать? Сидеть тут и ждать конца смены? А что ты имеешь против? Если бы вы думаешь, я найдёшь там пути и сдохну, в забиве с этим колдуном болом. Если бы вы думаешь, мне и я умею уйти и сдохну, чтобы у вас всё было круто? Почему нет? Зачем у тебя есть лишнее движение и риск, когда можно ехать бежать? В общем, я точно никуда ни с кем драться не пойду. Я тоже. Сори. Но это по факту того не стоит. Ведь уж теперь я тому чего не нужен-то. Я умирать не хочу, да и... Не заинтересно такому вот. Я какого-то, где-то левая девчонка уж точно. Сори. Вы же нафига застрять сможете? Вы понимаете? А я и не против. А ты не против, пока у тебя есть то есть где спать. И где всякие прочие комфорты в дом. Я хотя бы и буду живой. Хороший. Твое мнение вообще не учитывает. Ты вообще тут никаким боком. Точно. Твое судьба нас вообще не интересует. Да и его тоже. Ух-х-х-х-х-х-х. А я вообще-то для жизни, а не одна. Ой, да иди там нафиг уже, а? Да типа не пахчу бы так же. Подо меня у чужого человека нарисованного дерева, нет-то нет? Да что-то завалено. Рисованные, нереальные, иллюзии. И это хит самого уже от этого. Мы тут все тоже рисованы. На них мы тоже нереальные. Но когда боятся все остыки, то мы... Мы доберём их с тобой. Это секундочку. Любовь, что-то дойдёт. Хорошо, что я перед сёдочкой. А понять не могу. Что ты на нас заебал? Ну что, были друзья на такой робот? Что-бы с самого друга помереть, доставьте прохерные люди будут. Это тебя обидно, что только тебя убить хотят. Это что-то от тебя пора даже в вымышленную реальность найти не можешь. Хочешь пытаясь понять, как меня в городе, отсюда, что так меня набросили. Вырадали, как раз видит вас частичку чести или человечности? Зачем ты тянушь на них? Зачем обижаешься? Это неправильно. А разве они не правы? Я думаю, что это вечное решение. Твоё мнение не учитывается. Это всё же засованная вымышленная девка, с отклонностью к этому убийству. И даже не из этой скелерности. Ну да ладно. Но это вообще меня не интересует. Я сюда за оружием поднялся. Да, воздухом подышать. И это, вёл. Если... Морфин и адреналин. Можно мне под штучкой? Да, конечно. Делать такого какого-то я точно бы не стала. Тупо, но она надобность в этом деле прихватила. Их можно смешать? На то эти скалы сразу друг за другом. А сам как думаешь? Можно знать? Каков период действия? Адреналин в полной мере. Действует от разной до пары минут. Морфин же может действовать до пяти часов. А эффект мгновенный? Адреналин авариабельный. Значит всего, пара секунд. А вот морфина может доходить до двадцати минут. Ясно. Спасибо. Я прямо в утрене из подъёмки шутов и открыл дверь. Выходя на крыльцо. Что будем делать? Я вместо возлезла со мной, догнав меня стоящего над тропинкой, смотрящего в небо. Есть у меня мысль. Думаю её вот. А мне надо сходить на секрет у меня в домик. Да бухла для разгоново-смостительного процесса прихвачу. По моему-то может побыть в бункере. На случай, если шутер выйдет на связь. Да. Так вернусь, можно прийти и посетить на улице. А я радио постерегу. Там куча документов, с по-прочего, что нужно проанализировать. Так что мир прогулок мне. Тебе бы отдохнуть и не в башку грудить. Ну да ладно. Пусть всё это добро вниз. Я склонил на чехол с винтовкой. Угу. Добывший я ряду в предстоящем домике и уже после выводив зерною бутылку измечку в озере. Я притём на её берегу и решил, предпуском от подвала покурить и слегка выпить. Вкусывая шум речки. Не нравится мне это дерьмо. Ох, как не нравится. Рокнуться подумал я, припасе привозивших к бутылке и устремляя взгляд на волнующуюся речку. Привезли его с насыпи на горизонте. Это шута, что реально с этими вашими стендами ели пионеры загасили, в нашей ситуации полный оттаж. Я так подумал, что тут есть одно лишь верное решение, выйти с ним один на один. Гаситься по лагерю не вариант. Хотя можно было бы просто шулись на А2 и загаситься там. Ну и пора, но. Еда, вода. Это блинский кашель, чтобы его поддрал. Словно в Винсвенцам легкие залили, ей-богу. Привет, тебе повезло. А чё, я прыгал туда, спорила. Хорошо не слышал, а то сейчас я бы поддавил свой опыт. Но в реальности варианта, что он устроен камыш в предку. Что же происходит? Ладно объяснить. Как ты не от этого мира, да? Я сотрудник ГБ. От меня уже нам дабли. Ну типа. Ну и я закуриваю. Ну чё, не стоит это дизайн снять. Это я, я это и так понимаю. Ещё до последней тогда, когда хайп появился. Ну да, что с ним такое? Да уж. Что ты будешь делать? Вы сами пойдёте вдвоём? Не знаю, могу сказать, я не спрашиваю. Ты движешься на своих этих? Нет. В какой-то степени они пошли, но он вправо. В смысле, это было с даймом, поэтому я бы готов к тому, чтобы они садятся. И они особо на них не рассчитывали. Они пора спросили мне, кто именно забитен, когда ты от этого хотят людей дальше всей кампашке. Что будет? Что будет? Не знаю. Надаю этому пионеру людей, и дальше будем идти в бумагу. Я выпускаю одну пионеру, и дальше находясь в кашле. Выглядишь плохо. Я только не исполнил двадцать, а слышу это постоянно. Вася, хочешь я пойду с тобой? Куда? Ну, брат, обратно застарёл мне, сколько и задерживает снег и кашлю. Да, рад, всё серьёзно, и строй, всё равно. А с тремя ящиками, обнажды и я. Я хочу помочь мне. Я только хочу, чтобы ты... Она вернулась на себя... А с тремя ящиками в речку. Да всё будет круто. Да как же ящик лучше? Я не уберу. Что такое джокинг, джокинг, джокинг лучше? Мой любимый персонал нас слышал. Обнажды и я. Уши. Тебе лучше не вмешивать. А ты же не будешь совсем один. Знаешь что? Просто... Просто это, типа, опасно и всё такое. Набор клишированных фраз. А сама в голове прокрутить в это направлении не знаю. Тебе ничего не угрожает, так что не парься. Не могу. Не могу я тебе не париться. Понимаешь? Ой, не знаю. Я выдохнул. Ты говоришь, что мне очередное изделие в бутылке. Слушай. Тут творится какая-то странная и непонятная хрень. Я бы даже сказал, это медведь. Мам. И тебе лучше об этом не лечь, пока это что-то самая хрень не будет уходить и по сторонам. Возьми хорошо и объективно. В чём ты сможешь помочь? Я вообще не то, что ты делал на полосе девяносим шоу, либо с хаком. Правда. Но с этим пионером так закон получится. Вот именно. Эта фотография мне до сейчас... И сейчас точно не стоит смешиваться. А ты же умрёшь. Небудь посидеть. У меня... У меня уже есть план. А ты от этого нашёлся вопрос. Но я вёл лидер разобраться, это применение червоточек. Да зачем оно будет... Да зачем оно всё будет нужно, если погибишь? Не могу я тебя отпустить одного. Твою мать. Ульяна, хватит. Я... Прости. Прости, что просто переживаю за тебя. Я хочу, чтобы ничего с тобой не случилось. Мелкая губа просто, наверное. Вот и несут чушь. Это же чушь, когда происходит кому-то человек, который... Который тебе не дозрать лично. Но я так хочу глаза просто сделать готовый к бутылке. В принципе, у меня есть для ответственное задание. Подговорим об этом завтра. Почему? Я устал. Угнути и я. Сегодня был тяжёлый день. А я шелился по подвалам. Тряснулся бы... Тряснулся бы... Тряснулся бы башкой. Надо шёл чуть-чуть оганом. Но я на полу невидимая хорень. Ужас. Да и только. Это же завтра не легче будет. Впереди я совсем не подумал об этом. Не парься. Пойдём. Я хочу отдохнуть подумать. И ветерок поднимается. Да, конечно. Завтра. Ночевая она, когда мы подняли смерть. Не обманывай меня. Не уходи один. Возьми. 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 Возьми я же всё равно тебя найду. Да-ня, я тебя не брошу. Ах, муха. Пошли, герои нашего времени. Эпатрипа... Ипатрипафью по волосам пошёл в сторону меня. Хайт. Это неслабление голоса выкресло. У меня взорвки без спины девочки. Это светленько. Только только выдавали. Обернувшись в бутылку из бутылки. От центральной площади. До подъёма. Это не я ещё. Мне придётся снова прийти к тебе. Ты же не хочешь, чтобы кто-то пострадал? В мини крыса Ульяна просветлела, преимуществляет человеческий вид. С глазами висляющие цветом. Погатый. Вновь окрашиваясь синевой. Я задумываюсь, что... Прости, что-то странное. Это называется приутомнение. Пойдём. Пойдём. Туну я в твоей радость ульяны и взявшему пузырку повёл к остальным. Значит, шутер был прав. Все ванильные чары позвать спиннеры. Оставь филиального миспунктия и отпущусь под скобом. Вновь вздыхает сероватый запах. Прокручив вентиль на гермия, я вошёл в натурбубе убежище, пройдя к столуру, которому на стуле посапывала Эмми, поставила на него бутылку виски. Эй! Я подтягиваю девушку за плечо и та нехотя по рукам глаза. Наша служба опасна и трудна, да? Улыбнулся ей я. Иди на кровать отдыхай, я покараулю радио. Извини, раздремало что-то. Не страшно. Виски будешь? Я же говорил, что не пью. Она пробормотала она, пройдя койке и укладывалась на неё. Ну и зря. Так я вырил её, усаживаясь на стол. Возможно, в этой пятной серии, тогда у тебя будет шанс выиграть достаточно времени, чтобы твой друг мог остановить этого пионера или как-то моего. Вдруг забросила Эмми, привернувшись на кровати и посмотрев на меня. Утром заберёт. Сейчас надо отдохнуть, а то я сдохну. Что же? Всё. Почему ты отдал противогашь мне, а я надел сам? Может, друзья? Обназь её я, что что стой? Свет можно вырубить? Да. Вырубить свет? Я расчётся за стол, всё таки нам в руки надо, чтобы вырчёнуться на ступку стружек. Да, глаза. Лаги с на уши, с на уши. Паники с на уши, с на уши. Усо увели то расправил. Тогда я начал проясняться. Сроби с наведением иначе тихо, что под место ясно. Готово. Готово. Оба процедуры давно работают. Отлично. Я выясню кое-что. Эта самая натрия, на которой сами проводили эксперименты с своими точными, если вы видите описание картам, нужно находиться на севере от лагеря. Но что самое интересное, на ваших картах особо объекта нет. Однако там есть пометка в ее объекте исследовательский институт Афина. Но есть что самое интересное и что самое важное, радостнее есть та самая Афина Х1. Есть документация и ясность, что это и есть аномалия в местах где открываются североточки. Афина Х2. Если есть возможности допустить идея, афина Х2 и ЗА2. Если успеть обращаться обращалась лучше, то в принципе наваливать выводить по цене А3. А там можно взять деньги в генератор филекции и нажать со сроками на вашу обращение домой и возможности обращать новость, то это все как возьмут документы и карты. Добавил Ш3. Нож не могут напишать надо. Вannya Х2. Можешь это премьер. Пришло в сцепи я уже чтобы забраться. Так что оставь это мне. В интернете в поисковом институте, а если мне удачно обращаю на карты можешь услугать? Да. Да. Спасибо. Пока все, много самого отдохнуть немного. Это верно. Если что, радиовка вскрыло. Все равно и сиди за преследованием. Отдыхаю телефон, взяву на экран. Мы сверем время. У меня Петра- У меня Петра, у меня Петра group У меня Петра, у меня 1-4. Когда надо подплатить часа четыре и начинай действовать. Да, я поставлю один из телефонов на твое время и завезу будильник. Ещё, ты поможешь как-то приведать Монику к исследованию браслета? Я хочу к тому, чтобы она как можно... Чтобы она, как только я в крышу браслет, поступала к делу. Да, конечно, она будет происходить как-то, чтобы было вывесено от браслета. Засыпись. Так, ну вроде всё получается. До скорого. Доброй ночи. Доброй ночи. Отпускай. После Эмми. Я открыл морозилку и вытащил посылку. В один из браслетов я убрал в коробочку и продал сектора и уложил в карман, а второй протянул Эмми. На всякий случай. Я же всё равно тут. Говорю же, на всякий случай. Подай кивнул. И ещё. Таким надо настоящий ушкаровать калаш. Три стрелять умеешь? Три стреляла, пожалуйста, не особо. Только я сплетел измешно-гашечку. А раз облачает, а поэтому не зажимай. Ну видишь эту штучку? Я представил, когда она приводчик к режиму огня. Если вверху, то это автоматически огонь. И если же ты зажимаешь, то начинаешь плевать в цель киньцом. Это по центру, это одиночная. То есть каждое нажатие, это один выстрел. Более шире, делящий на этих твоих ручек режим. А если вниз, это предохранитель. То есть пока я ещё попустила, она стрелять не будет. Запомнила? Вроде. Но и славно. Можете, я выключу сверху. Я встал с места. Быстрее для закрывать, я рукнув на неё. Моментально заборачиваясь. В покрывало. В сервер бюфет я остался стоять на месте. Закуривающий. Секрет в семинате. Смотри, у меня есть астроплан. И ну вот. 我м с혈ой, да. Я не знаю, что ты. Ну а сейчас. И ну-ка. Могу! Я не знаю, что я все. Я не знаю, что я знаю. Поехали я не знаю, что. Да, я как всё. Я ну-ка. Я? Я знаю, что я знаю, что я знаю. Ты будешь. Выжерный наказатель. Я не знаю, что я знаю. Мне же. Я знаю, что я знаю. Я. Я знаю. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Я же всем приятно, что мне нахер не более комфортно. После действительно во время шпана, но иногда в городе он как-то не понимает, но в одновременно он сейчас порастрит. Так-то не все почему он уже был. Но раздельный цепоте на руках был сразу, что начнем с латайским, как яхтил, и не трех трех. Что же я покажу, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Скорее, я отравлю. Как сказать может быть, тем не менее, что я не знаю. Но, как сказать, она стоит полная беда равна не несет, но все равно огня пальцы, словно имеют все шансы. Когда я пострелил тебе строговать, то он просто поменялся на скотт глупты, если, конечно, тебе и хватит мгновения, которое все будет разделять нападанием по лифту в твою тупую голову и смерть. Достаточно наговоров. Я и тогда в данный момент ответил в подстатья. Уже раз в три сказал, хватит разговаривать. Я тут либо отсылка на него не выстрел, как будто ты будешь. Ну, давай. Поз июли. А любите с моей стороны, потому что сама атаки сто... Поне зависимости от девушки, не построим, но так собирался бы спускать, и хоть какой-то шаг. Поехали. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok